Наш музыковед, критик, большой друг Свердловской филармонии Лариса Владимировна Барыкина, член Союза композиторов России. Нужен ли микрофон? Нужен. Тогда я возьму. Еще раз здравствуйте. В первую очередь меня интересует наша прекрасная аудитория. И я хотела бы спросить, сколько здесь людей, которые приехали на форум по линии Скорб? Я просто очень многих знаю. То есть люди, которые работают как раз в пресс-службах или в пиар-отделах и так далее. Далее. Я так понимаю, что здесь есть студенты консерватории нашей. Если можно, вы тоже поднимите руку. Как много. Их вижу. Геннаду, вы привели, да? Нет? Сами пришли. Зачем хотят получить? Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. На самом деле, получается, что это вот две такие разные аудитории, да? О чем я хотела говорить? Мое выступление сегодня – это, возможно, не столько доклад с какими-то законченными постулатами и положениями, сколько, в общем, постановка проблемы и обозначение кризисных точек. Вообще, на самом деле, я думаю, что мое мнение может оказаться вполне дискуссионным раз. А во-вторых, оно может стать заделом для завтрашнего круглого стола, который у нас, так сказать, формулируется в бурной и жене классической музыки и все большее сужение культурного медиапространства. Так вот, о медиапространстве. Мне хотелось бы поговорить о взаимоотношениях культурных институций, представителей которых здесь много, филармоний, театров, концертных организаций и так далее, с теми, кого по-прежнему называют критиками, хотя мы прекрасно понимаем, что критики журналисты – это не совсем одно и то же. Я хочу сказать, что, да, являясь критиком много лет, у меня есть некая двойственность в положении, и я, в общем, наверное, буду исходить из личного опыта. Почему? Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что в концертной и театральной организации, общаясь с прессой, с критиками, с журналистами, представляют собой две стороны, два крыла одного процесса. Мне в своей жизни приходилось бывать и по-прежнему, и с той стороны, и с этой. Дело в том, что довольно много лет, в 12 я работала в оперном театре, в следующей литературной части, тогда не было пресс-служб, занималась прессой. А с другой стороны, пишу и больше 35 лет. А сейчас еще наглавляю фестиваль современной хореографии, в котором нет специального пиар-отдела, и поэтому, в общем, пресс-службой занимаюсь, опять же. Это дает очень роскошный, панорамный и объемный взгляд, потому что, в общем, на эту проблему взаимодействия вот этих двух институций я смотрю как бы то с этой стороны, то с этой. И иногда говорю так, я очень часто сама беру интервью, но не менее часто его и даю. Я вас умиряю, это очень вообще забавно. Так вот, по поводу критики и медиапространства. Существует много определений, что такое, собственно, критика, но нет, ближе всего, очень короткая, очень емкая. Критика – это рефлексия об искусстве, или просто рефлексия искусства. Она была и будет всегда. Но роль критики, в общем, она, конечно же, очень часто меняется в зависимости от текущего процесса. Безусловно, функций у критики несколько, и я перечислю вам, так сказать, их в том порядке, в котором они как бы существуют. И вы поймете, что не каждый журналист и не каждый критик способен делать все. Так и так, критика у нас дает информацию, освещение. Это то, на чем специализируются журналисты. Но должна еще давать анализ, оценку, интерпретацию и прогноз ситуации культурной, музыкальной жизни, театральной жизни и так далее. Вот на четыре последующих функции способны только на самом деле критики. Журналисты обычно занимаются то, что называется освещением, информацией, в общем, таким достаточно обычным и поверхностным взглядом. Сейчас мы переживаем достаточно сложный момент, и очень многие люди говорят, пишут о том, что исчезает институт экспертизы, потому что анализ, оценка, прогноз, а еще интерпретация, это, конечно, делает человека, пишущего о культуре, ну, в каком-то смысле исследователем и, безусловно, экспертом. Институт критики подвергается очень большому, я бы сказала, предназначению. Не только в области музыкальной, театральной и культурной журналистики мы переживаем такое время, которое, в общем, стоит под сомнение саму профессию, не только в нашей области. Как известно, у нас в стране все знают, как лечить, как учить, как играть в футбол, как играть в хоккей. Вообще, эксперты у нас в стране действительно, в общем, иногда не имеют той силы и веса, которую, скажем, они имеют на Западе. Что касается только музыкальной критики, то, конечно, у нас совершенно разные ситуации, потому что западное издание содержит критиков, пишущих о музыкальной и театральной жизни, которые могут быть независимыми и совершенно свободно излагать свою точку зрения. Для нас это становится все большей проблемой. Вот давайте просто проследим, как менялось современное культурное меню пространства за последние 30 лет. Я 35 лет назад начинала заниматься этой деятельностью после консерватории, хотя были и наука, и педагогика, и просветительство, и телевидение, и, так сказать, зафлитство в оперном театре, но писать мне всегда хотелось. И мы начинали в тот момент, когда, предположим, в каком-нибудь местном городе было ровно три газеты, областная, городская и молодежная, и какой-нибудь один телевизионный канал. Естественно, была центральная пресса, была там прекрасная газета «Правда». Кстати, один раз опубликовалась в газете «Правда», были газеты «Комсомольская правда», но, в принципе, оно было достаточно строгим, регламентированным, каноническим, и все было понятно. Для того, чтобы шло освещение музыкально-театральной жизни, было понятно, с кем иметь дело. Когда случилась перестройка, случилось то, что случилось, и наступила другая жизнь, в 90-е годы у нас, конечно, произошел большой взрыв культурной журналистики. Мы все, в общем, были его свидетелями, потому что, во-первых, образовалось огромное количество бумажных новых медиа, новых газет, новых изданий, в каждом из которых, в общем, был свой отдел культуры. Наши коллеги, мы их все прекрасно знаем, работали в этих изданиях, и в отделе культуры, ну, наверное, главным человеком был тот, кто писал о кино, обязательно был человек, который писал об искусстве, о выставках, был обязательно человек, который писал о музыке иногда и просто о балете. В общем, были огромные, большие отделы культуры, и критика, конечно, очень сильно изменилась, потому что взамен советскому стилю, достаточно кондовому, достаточно аптекальному, достаточно, ну, я бы сказала, иногда и малоинтересному, да, пришла такая острая, зубастая и очень кусачая критика, потому что, во-первых, надо было интересно писать, а, во-вторых, в 90-е годы все считали, что нужно говорить правду, во что бы то ни стало, и она должна звучать так, как звучать. Перехлёсты в этом процессе, конечно, тоже были, и я прою случаи, когда художников, что называется, обижали по полной программе, но, тем не менее, газеты покупались, их читали, и, в общем, в 90-е годы прошли под таким знаком большого расцвета культурной журналистики. Есть три тома, значит, рецензий по жанрам опера, балет и концертное дело, которые издали в издательстве Нос Ирины Прохоровой, вот там собраны, так сказать, все авторы, которые так или иначе проявляли себя. К концу двух десятых годов уже нового нашего века ситуация стала меняться, и она меняется, с одной стороны, как бы не в лучшую сторону, потому что огромное количество газет позакрывало отделы культуры совсем за ненадобностью. Они остались только, может быть, в самых известных что ли газетах, вот я все же не пишу в российскую газету, там есть отделы культуры, но там очень много мало осталось людей, конкретных авторов, есть отдел культуры коммерсанте, есть отдел культуры независимой. Газете, завтра приедет Марина Гайкович, которая им заведуется, самым последним закрывшимся был отдел культуры ведомостей, которым руководил наш коллега Тотар Поспелов. И, в общем, по сути, писать в федеральную прессу о музыке стало очень сложно, потому что, конечно, сохраняются наши прекрасные профессиональные издания, вот здесь сидит Евгения Кривицкая, которая выглавляет наш лучший журнал «Музыкальная жизнь», Ярослав Тимофеев, о котором сегодня вам рассказывали, помимо всего прочего, возглавляет академический журнал «Музыкальная академия», которая раньше называлась «Стойской музыкой», журнал тоже с традициями и так далее. Но спятое место пусто не бывает. Еще в 90-е годы вместе с бумажными СМИ появилось очень много, ну, вместе с возникновением сети появилось очень много интернет-изданий. Они возникали, исчезали, интернет-порталы, поисковики и прочие, так сказать, агрегаторы, которые публиковали, ну, какой-нибудь, так сказать, суммарные тексты, которые выходили в равных местах. Появлялись новые проекты. Я помню, что мы вот с увлечением писали на одном интернет-портале, который существовал три года, Илья Обчеников занимался, но закончились деньги, и он закончил свое существование. И текстов даже в сети теперь не найти. Вот все, что касается интернет-изданий, это очень такая подвижная, плазменная среда, потому что что-то появляется, что-то исчезает. Из, как бы, таких серьезных культурных сайтов, которые существуют много лет. Это был сначала OpenSpace, а теперь это Кольтом. Я думаю, что вы тоже его прекрасно знаете. Но, тем не менее, куда писать критикам и музыкальным журналистам остается по-прежнему большой проблемой. Я сейчас не беру проблему, кому писать, потому что главные редакторы, наверное, сталкиваются с такой проблемой. Она тоже, естественно, существует. Но, тем не менее, мы с вами в Екатеринбурге. Мы вряд ли можем назвать этот город провинцией, но люди, которые приехали сюда из других городов, могут сказать, что местная ситуация накладывает еще больше отпечаток на эту проблему. Потому что, если в городе нет консерватории, то взять откуда-нибудь человека с музыкальным образованием, который будет что-то писать, практически невозможно. И поэтому все отдается на откуп журналистам, которые сегодня пишут о концерте, завтра о надоях, послезавтра о выпуске металла в прокатном цехе. Это очень у них такая профессия, и сделать тут ничего невозможно. Но во всем этом есть и некая другая сторона, которую мы должны, в общем, принимать во внимание. Если раньше пресс-службам, для того, чтобы отразить в прессе свое какое-нибудь прекрасное событие, то слово, о котором мы сегодня утром спорили, достаточно было пригласить кого-нибудь из столичных критиков, и было понятно, что он напишет или в общую газету федерального уровня, или в какой-нибудь профессиональный журнал, то теперь для того, чтобы это как-то прозвучало, совершенно недостаточно. А вот сидит у нас молодая аудитория, она прекрасно знает, что бумажные газеты все менее и менее находятся в наших руках, и если эту статью кто-нибудь не повесит в сетях, в соцсетях, то ее никто и не прочитает. И это новые реалии. С другой стороны, мы вот сейчас, на данный момент, находимся на том этапе, когда и вот та самая острая, зубастая, иногда с перехлестками критика практически исчезает, потому что исчезает главное необходимое искусство критики, которое называется независимость. Независимость прежде всего существует внутри человека, да? Он может всегда говорить то, что он думает при любом раскладе, но для этого он должен иметь профессию, который его кормит. Для тех, кто собирается в критике, у меня грустная новость. Тем, что вы будете писать тексты, жить этим вы никогда не сможете. Но есть и другая новость, более позитивная, потому что, ну я не знаю, в нашей среде людей, которые живут только на, так сказать, то, что они пишут тексты, мы все кто-то, где-то и как-то, культурно, это радио, это другая история, это штатная работа. Я говорю о том, кто пишет именно тексты. Кто-то, где-то, кем-то и как-то работает, хотя, в общем, слова я не употребляю, конечно, в виде, на самом деле просто профессия музыковеда, которая, иногда здесь музыковеды, да, в основном присутствии, которую мы с вами получаем, она роскошная и замечательная и дает право реализовывать себя в самых разных качествах. Особенно, если человек неугомонно интересующийся всем, то он попробует на самом деле все. Он попробует научную деятельность, он будет интересоваться и педагогической деятельностью, мы не можем себе позволить жить, не занимаясь, ну, собственно говоря, нашим миссионерством, просветительством. И это сегодня, наверное, выходит на первый план. Людей, которых сейчас учат, допустим, в Смольном, как музыкальных критиков, хотя многие из них не имеют первоначального музыкального образования, их еще готовят к тому, что называется кураторством. Музыковед, помимо прекрасного академического образования, должен уметь придумать то самое событие, о котором сегодня так прекрасно рассказали. Он должен придумать проект и предложить его кому-то. Он должен очень много сделать для того, чтобы его раскрутить, продвинуть, хотя я не очень это люблю слова, потому что у нас все последние семинары, в том числе и нашей прекрасной филармонии, они, в общем, чаще всего сводятся к тому, как продать, как продвинуть, как распиарить. А когда мы будем говорить о том, что мы продаем, что мы слушаем, что мы смотрим? Понимаете, кроме критиков, экспертов, об этом не будет говорить никто. Поэтому на вас, дорогие мои музыкаленды, которые здесь сидят, лежат в анапсе, большая ответственность. Маленькая реплика, Борис, если позволишь. Вот я возглавляю, скажем так, департамент творческого планирования, да? Мы делаем огромные сезоны, он не один, потому что есть сезон большого зала, там, филиалы, виртуальный сезон и так далее. Я абсолютно соглашусь. Мне, у нас много работает музыковедов, они все завалены работой, функционалы, они пишут, выпускают, пиарят, продвигают. Но мне, например, вот когда мы планировали «Безумные песни», которые состоятся совсем скоро, там тема, которую придумал продюсер Инна Мартен, «Путевые заметки или музыка странствий», да? И там, ну, намешано все. То есть музыка, которую композиторы увидели, будучи за рубежом, то есть написали вот эти впечатления, «Араконская охота», «Венецианский карнавал», «Сердце Туниса», «Египетский концерт», «Испанское капричо», да? Мне, например, по некоторым программам, а Рене Мартов, он еще и художественный руководитель, он же где-то полторы тысячи произведений отслушивает, там, 1200-1500 для каждого фестиваля, чтобы вот эту тему создать. Но часть программы доформируем мы на месте, понятно, что мы можем целиком взять в «Безумные фестивали», и мне вот этой работы музыковеда найти, раскопать, мне дать сначала стимул для фантазии, для всего, да? Чтобы потом я мог это продвинуть и продать маркетингу. Потому что маркетинг скажет, ты мне объясни, расскажи, как мы сегодня спорили, да, Березовские проктёрные коллективы, никто не мог понять, что это такое, почему там казачья-больница, Сирин, духовная музыка, да, товарочки из Владимирского, и Боря Березовский, и Состровинский, и Архманиновым, и Чайковским. И я ни от кого не получил, потому что всем некогда, никто не понимает, зачем быть планированием, вы должны знать. Я не учился на музыковеде, я, может, и раскопаю, но я на этом потрачу больше времени, да, а мне нужна база, на которой я уже начну творить. Так что... Вот, просто это обращение, смотрите, да, и опять же, музыковеда, я обращаюсь к вам, то есть, есть запрос, он очень серьёзный. Запрос не где-нибудь в деревне Тетюши, а в городе Екатеринбурге. И это очень, так сказать, глобальная вещь, и я ещё раз говорю о том, что музыковед сегодня может себя очень много где найти, может где определить, только надо очень многому дополнительно учиться после консерватории, я это делаю всю жизнь, не прекращаю до сих пор. Почему? Опять же, потому что наши, с чего я начала, видеопространство меняется совершенно стремительно и непредсказуемо. Ещё раз говорю, раньше достаточно было написать, в общем, текст, который, слава Богу, у тебя берут в центральной прессе, и, в общем, считать свою работу спокойно выполненной. Но сейчас этого явно недостаточно. Тем более, что, я ещё раз повторюсь, критика наша ушла в описательство и, в общем, в хорошую музыкальную журналистику, и, собственно, оценкой, размноженной аналитикой занимается очень мало. А святое место пусто не бывает, втекаемые тексты читать не очень интересно, и поэтому в сети появляется то, что можно назвать критикой смерт. Возникают всякие резонансные блогеры, которые, в общем, расцветают пышным цветом в самых разных областях, и в театральной, и в возмузыкальной. Мы знаем его в нашей области, нашего коллегу, который свою нынешнюю карьеру строит на том, что хватка, хлёстка, и до обидного иногда, так сказать, сильно, поцапать прежде всего каких-нибудь великих людей, потому что на простых, так сказать, концертах себе имя не сделаешь, поэтому выбираются фигурой, ну, такого большого значения и в общем них, что называется, бомбят. Это тактика не нова, таких людей очень много, другие используют другую тактику. Я, допустим, знаю стратарь на мире блогера, который сделал себе имя, потому что он только матом высказывается, а якобы в малодерной среде это, в общем, является признаком, ну, такого хорошего тона, поэтому всех палить, на чём свет стоит. И дальше, кстати говоря, сработало, потому что мне мужик в Москве предложили, по-моему, себе приличное место, и, так сказать, по-моему, даже книжку выпустил. Надеюсь, не матом, но мысли там немного. В общем, я просто, я просто что хочу сказать. Что это, я потом скажу. Никакой рекламы. Прямая трансляция. Да, никакой рекламы. Смотрите, дело в том, что вот это бурное расцвет и развитие интернет-жизни, сети, в котором находится, в общем, молодое поколение практически всё, но и старшее в то же время вполне себе там живо. Я, допустим, в Фейсбуке, я знаю, что у меня есть френды вполне себе солидного возраста, но которые, так сказать, не хуже, чем молодое поколение. Во-первых, используют все возможности не только прямого высказывания, но и подкасты, но и там какие-нибудь стриминги и так далее. То есть всё, что можно из мира современных технологий, всё задействовано для того, чтобы прокранслировать свою собственную точку зрения. Потому что что ценится больше всего в нашу эпоху? Ну, собственно, так было всегда, но сейчас особенно. В противовес гладким, обтекаемым, ничего не говорящим, а только информирующим о том, что и так известно, журналистским высказываниям, ценится, самое главное, свое собственное мнение, ваше личное точка зрения. Разумеется, если вам есть что сказать. А уж как её выразить, это совершенно другой вопрос, потому что иногда даже какой-нибудь пост в Фейсбуке может иметь гораздо большее значение для филармонии или концертного зала, или для какого-нибудь спектакля, гораздо большее значение с точки зрения, сколько людей он прочтёт и построит, знаете, какие-то дальнейшие действия, нежели, там, я не знаю, 5 публикаций в местной прессе или на местном телевидении, которое смотрит очень ограниченный круг людей. Я не знаю, но у молодого поколения, у моего сына это так, телевизора в доме нет вообще. То есть все смотрят сейчас всё через интернет и смотрят от них не всё. И поэтому есть ещё одна сложность для концертных наших филармонических и театральных организаций. Она заключается в том, что такого систематического мониторинга за тем, где, собственно, живут разные слои той публики, которая должна прийти в филармонию или в театр, и откуда они получают информацию, по-настоящему пока ещё никто не анализировал, потому что по-прежнему делается упорно, очень серьёзно упорно внешнюю рекламу. В общем, делается, конечно, упорно. Вот все эти, но мне кажется, немножко другого плана. Понимаете, мы живём в мире постоянно меняющемся. Вот 5 лет назад была одна ситуация, сейчас она уже другая. И, допустим, на музыкальном конкурсе, конкурсе музыкальных критиков, я к нему классически отношусь, но он всё равно интересный резонанс, как лучшее издание положит, побеждает, знаете что, никакое не бумажное издание, а Телеграм-канал Алексея Мунипова, который пишет на музыке. Кто из вас его читал? Ещё, наверное, никто. Но у него есть там свой... Рекомендуешь? Ну, Чек не глупый. Чек не глупый, очень интересный. Но просто сам факт, что победителем... Повтори ещё раз. Что победителем среди изданий становится Телеграм-канал Алексея Мунипова. Они все имеют название. Вообще в Телеграме очень многие сидят. Кто из вас, кстати, из молодых бывает в Телеграме? Нет? Есть. Слава Богу. Это, понимаете, это особенность текущего момента. Что будет через пять лет, может быть, всё поменяется. Может нам Телеграм перекроют, как мы пытались перекрыть, где-то год назад, по-моему, были проблемы. Может быть, возникнет что-то новое. Может быть, сеть ВКонтакте. Вы сегодня Маша Хрукина говорила о том, что они собираются менять свой имидж. Я так понимаю, что сеть ВКонтакте это в основном такая детская песочница. Я там, допустим, зарегистрирована. Я вижу в основном котиков, цветочки и надутые ботоксом. Или что-то в этом роде. И дальше детдакон хочется убежать. Фейсбук в этом смысле гораздо более серьёзный. Твиттер, короткий и так далее. Но вот эта вся среда, она, конечно, к ней можно относиться несерьёзно, но я бы не рекомендовала. Потому что одной из главных качеств современного человека это нежелание читать большие длинные тексты, но при этом желание слушать. Вы знаете, каким огромным вниманием пользуются различного рода посвятительские тренды в Москве, в Петербурге и у нас. Но просто эпидемия больших лекций, длинных, с показом или без. Но тем не менее, люди слушать хотят. Ещё 10-15 лет назад этого не было совсем. А как ты думаешь, почему? Я думаю, что слушать – это какое-то противопоставление тому, что читать. Никто не хочет читать длинные тексты, лангриды, так называемые. Это очень проблематично. Это делает очень узкая категория людей. А слушать, наверное, легче. Но и потом, когда происходит общение с человеком, который рассказывает, и глядит вам в глаза, заглядитесь, согласитесь, это всё-таки совершенно другая история. И искусство лектора, которым вы все, эми-дуси, из консерваторских студентов, должны блестяще гладить, я думаю, конечно, вам должно в этом сильно помогать. И я хочу сказать, что, просто поделиться немножко опытом, театралы, в отличие от музыкальных людей, идут чуть-чуть впереди, и они давно уже поняли, что смену в этом сегменте музыкальной критики, музыкальной журналистики, я надеюсь, вы поняли разницу между этими двумя понятиями, что её нужно готовить. И в частности, вот у нас в городе уже много лет существует школа театральной критики, которую я веду, у меня сидит одна из моих нынешних студенток, и это, в принципе, довольно серьёзная вещь. Единственное, что я хочу вам сказать, за 10 лет у меня было 5 выпусков людей, где-то каждый год 4 по 5, рукой вводят единицы, пишут, я имею в виду, практически очень мало, но все предели, все в театре, или около него, или около каких-то культурных институций, все получили свою порцию привитки художественного какого-то впечатления, мышления и так далее, и в общем профессия была ими определена, я их встречаю в разных местах, ну, по крайней мере, что называется, не стыдно. А вот совсем недавно мы с Ассоциацией театральных критиков, куда я вхожу, в координационную группу, организовали проект, который условно называется «Школа театрального блогера». Я сначала была очень против этого названия, потому что мы критики-профессионалы, что это мы будем кладить себе, значит, что называется, конкурентов, да, сиба конкурентов. А с другой стороны я поняла, что это совершенно всё не так. Во-первых, под словом «блогер» подразумевается то, что мы учим людей высказываться о том или ином художественном явлении. Это очень важно, потому что людей, которые, может быть, не будут делать это в своей профессии, но очень хотят что-то сказать, их много, но они не всегда имеют возможность делать это с умом, с толком, с профессиональным и так далее. И в общем несколько занятий вот таких тоже мне пришлось провести уже в буфе, в частности. И я хочу сказать, что это очень интересные люди. У меня на занятиях были от, там, не знаю, доцентов местного института вплоть до людей, которые, ну, просто любят музыку и искусство, они ходят на концерты, ходят на спектакли, и они хотят об этом говорить, они хотят рассуждать, они хотят быть в кругу себе подобных, создавать некое сообщество для того, чтобы обсуждать то, что они видели. Это очень хорошее качество, и, конечно, о нем нужно думать и совершенно не относиться к этому свысока. Но, с другой стороны, вот это обилие высказывающихся людей, да, довольно большой слой людей, оно порождает особое требование к нам, профессионалам, тем, кто будет считать себя, ну, если не критиком, то, во всяком случае, музыковедом и имеющим право голоса. Потому что все зависит от искусства говорить, от искусства мыслить, искусства излагать. Американские ученые еще 12 лет назад начали говорить о том, какие профессии в ближайшее время исчезнут. И вы знаете, удивительное дело, но среди этих профессий оказалась профессия журналиста, в частности, новостника, человека, который делает новости. Потому что соцсети, стриминги и все остальное, оно, в общем, эту потребность восполняет гораздо быстрее. Прежде чем какой-нибудь канал приедет и что-нибудь нам расскажет, мы об этом уже прочитаем где-нибудь в социальной сети. И они вполне серьезно считают, что для профессионала этого дела это серьезный вызов, потому что журналистам, ну, а следовательно и музыкальным критикам нужно учиться делать контент. Нужно писать книжки хорошие, нужно писать прекрасные статьи, нужно уметь читать лекции, общаться с аудиторией. То есть деятельность должна быть совершенно, ну, самого широкого плана, самая разнообразная, и только тогда можно, ну, собственно говоря, выполнить свою миссию. А все, кто учится в консерватории, я думаю, конечно, знают, что в общем они и так долго, и так длинно. У нас одно из самых длинных образований учиться неспроста, а все-таки для того, чтобы заниматься своим любимым делом и быть востребованными. Поэтому, знаете, у меня в жизни очень много было поездок, когда они, собственно, продолжаются парадным театром, концертным организациям и так далее. И если действительно раньше приезжала на какой-нибудь фестиваль, и ты понимаешь, что ты смотришь, а потом пишешь большую статью, то сейчас этим совершенно не ограничивается. В ближайшее время вот лечу в одну из наших союзных республик, я буду читать реакцию перед оперы, а после этого буду вести встречу со зрителями, а после этого еще какой-то завтрак с солистами, где будет телевидение, но мы будем вести какой-то разговор. То есть все придумывают новое. Завтрак с солистами, да? Да, завтрак с солистами, это не дневное придумано, но это уже много. Вечером покалывается, что не вечером. Главное, что не вечером. То есть, понимаете, но для этого вы должны быть, я не имею в виду те, кто, ну, сказали, должны быть универсалами, а те, кто работает в пресс-службах, должны понимать, что профессиональных людей нужно, конечно, использовать прежде всего в интеллектуальном ключе. Потому что главные ошибки, которые существуют в вот этих взаимоотношениях между пресс-службой и критикой, они сводятся к следующему. Пресс-службы, театров иногда объявляют своего рода конкурс. Кто похвалит меня лучше всех? Ну, это был такой мультфильм. Кто похвалит меня лучше всех? Я, ну, так сказать, уже не с изумлением, но и с удовольствием, иногда смотрю на сайты каких-нибудь театров, о которых были написаны, в том числе, рецензии, и понимаю, что там идет строгая цензура. Вывешиваются только статьи похвального содержания. Эти пресс-службы отчитываются перед своим начальством, у нас все зачудительно, зашибительно, а нас пишут хорошо, а ничего остального мы не знаем. Я еще раз говорю, если жизнь, допустим, достаточно проблемная, даже великих музыкантов, то всегда найдутся те, кто будут этому противостоять. Но в другом месте, и не замечать этого невозможно. Картина не может быть однообразной, она все равно будет рисоваться какими-то общими красками. Поэтому главная задача пресс-служб, так мне кажется, использовать музыкальных журналистов, музыкальных критиков по полной программе, ну а музыкальным будущим критикам и будущим музыкальным, в том числе журналистам, быть готовы к тому, что жизнь сложна, что нужно будет учиться делать очень многое и по-разному, и что никогда не будет закончено образование, потому что учиться надо будет всю жизнь. И тогда жизнь ваша будет увлекательна и прекрасна. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ